Что если на Земле растает весь лёд? Разговоры об интенсивном таянии полярных льдов активно ведутся последние 10-20 лет. Учёные и защитники дикой природы регулярно сообщают мировой общественности о грозящей планете катастрофе. С увеличением парникового эффекта ежегодно повышается уровень мирового океана. Пока это не так заметно, но при сохранении тенденции последствия для человечества и планеты в целом могут быть самыми ужасными. Но так ли всё страшно на самом деле и насколько сильно влияет на этот процесс деятельность людей? Чтобы больше узнать о возможных последствиях таянии льдов и влиянии людей на экологию, предлагаем вам подписаться на канал Эпоха динозавров. Тогда вы сможете первыми узнавать о выходе новых роликов и оставлять под ними свои комментарии. Также призываем наших зрителей активнее выражать мнение о наших работах с помощью лайков. За длительную историю нашей планеты полярные льды неоднократно покрывали всю её поверхность, а после снова отступали к полюсам. Практически каждый раз после этого жизнь на Земле начинала своё развитие заново. Основной причиной цикличности наступления ледниковых периодов всегда было изменение концентрации парниковых газов в атмосфере. Когда по той или иной причине их количество в воздухе становилось слишком большим, средняя температура на всей планете значительно увеличивалась. Это приводило к активному таянию льдов. На освобождённой территории вновь появлялись зелёные растения, океаны наполнялись микроорганизмами, выделяющими кислород. Парниковых газов в атмосфере становилось меньше, температура падала, и цикл развития жизни начинался заново. Скорее всего, сейчас мы находимся на начальной стадии очередной перезагрузки эволюции. Но деятельность человека этот процесс значительно ускоряет. За последние сто лет отмечено повышение средней годовой температуры на половину градуса Цельсия. Это привело к увеличению уровня мирового океана на 17 сантиметров. Эти изменения никак не сказались на жизни людей, но в последние десятилетия льды на полюсах начали таять быстрее. При такой скорости уменьшения ледяного покрова океан будет подниматься примерно на один метр каждые сто лет. Общего количества льда на планете достаточно для того, чтобы мировой океан поднялся на 65 метров. Существуют и природные механизмы таяния льда. Первый из них заключается в образовании луж на его поверхности. За короткое полярное лето солнце способно немного растопить верхние слои ледников. Появившаяся вода работает в качестве линзы и усиливает эффективность нагревания. В этих местах образуются трещины, и куски ледника, откалываясь, падают в море. Такие айсберги постепенно дрейфуют в более теплые области и полностью растворяются в океанской воде. Второй механизм основан на жизненных процессах микроскопических водорослей, живущих в снегах Северного полюса. В процессе роста они окрашиваются в красный цвет, защищаясь от вредного воздействия ультрафиолета. Но цветная поверхность хуже отражает солнечные лучи и сильнее нагревается. Это увеличивает скорость таяния снега и льда. Эти природные механизмы достаточно сбалансированы и не могут серьезно влиять на повышение уровня воды на Земле, ведь в холодный период лед снова замерзает. Ледники восстанавливают потерянную массу, но если из-за глобального потепления лед тает быстрее, чем восстанавливается, что тогда? Поэтому соблюдение экологических норм по объемам выбросов парниковых газов очень важно для сохранения баланса. Согласно принятым международным сообществом договоренностям, допустимая норма повышения температуры составляет не более полутора градусов Цельсия в год. Но простая математика говорит, что это приведет к полному таянию ледников уже через несколько десятков лет. То есть оптимистичный прогноз говорит, что весь лед на Земле будет таять 5000 лет, а пессимистичный дает нам всего лишь около 80 лет. Давайте попробуем спрогнозировать, к чему приведет постепенное повышение уровня воды. При повышении уровня на один метр вода затопит такие города, как Венеция и Астрахань, а вместе с ними множество мелких островов и прибрежных районов. Подъем на 5 метров лишит нас Калининграда и Владивостока, прибрежные города Черного и Средиземного морей тоже будут глубоко под водой. По многим скандинавским городам можно будет передвигаться только на лодках. Голландия и Англия к тому времени утонут почти полностью. 10 метров. Шанхай, Санкт-Петербург, острова Тихого океана и Черноморские курорты окажутся на океанском дне. Также пострадают Прибалтика и восточное побережье американского континента. На отметке в 13 метров расположились такие крупные города, как Буэнос-Айрес и Бостон. Ирландия и вся Северная Европа будут доступны только аквалангистам и подводным лодкам. При исчезновении всех льдов Северного полюса вместе с Гренландией уровень воды поднимется еще на 7 метров. Вода затопит Нью-Йорк и Лондон. При полном таянии всего ледяного покрова планеты океанские просторы будут располагаться на территории Великого Новгорода и Рио-де-Жанейро. Итоговая карта мира после исчезновения всего льда на планете достаточно сильно будет отличаться от теперешней. Европа практически лишится британских островов, Нидерландов, Дании, Прибалтийских стран. Существенно раздвинутся границы Средиземного, Черного и Каспийского морей. В Азии погибнут самые густонаселенные города. Это примерно 750 миллионов человек. Американские континенты значительно сузятся. Теперь между Северной и Южной Америками будет не перешеек, а пролив. В его водах утонет большая часть побережья Мексиканского залива. Такие крупные реки, как Амазонка и Парагвай, превратятся в морские заливы. Холмы Сан-Франциско станут небольшими островками. Меньше всего суши потеряет Африка. Под водой окажутся только прибрежные части. Но жара на этом континенте станет просто невыносимой. Скорее всего, оставшаяся часть территории Африки будет непригодна для жизни. Островные государства Тихого океана практически полностью исчезнут. В Австралии появится собственное внутреннее море. Правда, оно займет ту территорию, на которой сейчас живет около 80% всего ее населения. Некоторые считают, что после исчезновения ледяного покрова Антарктида снова станет пригодной для жизни. Эти люди будут сильно разочарованы, узнав, что большая часть континента окажется значительно ниже уровня Мирового океана. Жителям центральных высокогорий и удаленных от побережья областей не стоит радоваться, что их катастрофа не заденет, а море станет намного ближе. Как мы уже говорили, подобные катастрофы не новость для нашей планеты. Не стоит забывать, что ледники состоят исключительно из пресной воды, добавление такого ее количества в океан сильно скажется на всем живом. Изменится кислотность и концентрация солей. Большинство морских животных и растений не сможет жить в таких условиях, они попросту вымрут. Что-то подобное произошло в конце кембрийского периода из-за увеличения концентрации в воде кислорода. Вслед за ними исчезнут птицы и сухопутные животные, которым станет нечем питаться. Не забывайте про сильнейшую жару, она погубит остатки растений и животных в глубине континентов. Затем, возможно, придет черед людей. Проблемы с выживанием человечества начнутся с исчезновения первых прибрежных районов. В наших роликах мы неоднократно рассказывали о последствиях глобального потепления для Севера Европы и Востока Соединенных Штатов. Сейчас их омывает теплое океанское течение, и климат на этих берегах достаточно мягкий. Растворение течения в океане вызовет наступление небольшого ледникового периода. Это приведет к неурожаям, голоду и переселению людей вглубь континентов. Каждый метр суши, захваченный океанскими волнами, будет лишать людей жизненного пространства. Могут начаться эпидемии, массовый голод и вооруженные конфликты. Могут сбыться самые страшные прогнозы, описанные в голливудских блокбастерах. Оставшиеся горстки людей станут выживать в безжизненной пустыне, либо научатся существовать исключительно на воде и никогда в жизни не ступят на твердый берег. Благодарим вас за то, что досмотрели ролик до конца. Если вас заинтересовали затронутые в нем вопросы, то вы можете подробнее узнать о последствиях этой и других возможных экологических катастроф из других видеоматериалов нашего канала.